Девушки отдыхают Город очень понравился, старинный, красивый Как это было? Деньги на ветер Финансовая милиция раскрыла дело о превышении служебных полномочий Причинил ущерб предприятию в особо крупном размере О какой сумме идет речь? Новое поколение На главной концертной площадке города выступил Бобренок На каждом концерте, отчетном, юбилейном, неважно Всегда Сергей Васильевич удивляет Чем порадовали зрителей А также зеленые береты Дорожный контроль И нежаркая пора В начале июня температурный фон будет ниже климатической нормы Насколько? Взгляд в будущее Президент встретился с руководителями делегации заседания Совета глав правительств СНГ В самом начале Александр Лукашенко отметил Никакие технические средства связи не заменят живого общения Нельзя бесконечно сидеть в заперти, нужно открываться Тем более вопросов для обсуждения хватает И в это непростое время проект под названием СНГ подтверждает свою жизнеспособность Настало время окончательно расставив все точки над «и» Принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств Фундамент это экономика Понятно, что необходимым условием успешного развития экономической интеграции Должны быть совершенствования документов Содружества независимых государств Гармонизация их с нормативно-правовой базой Которая существует в ЕАЭС Ну и потом очень эффективно двигаться вперед К слову, в этом году Беларусь председательствует в СНГ И в этом интеграционном формате, и в ЕАЭС усилия нашей страны направлены прежде всего на развитие общей экономики Отдельная, большая и очень актуальная тема – сотрудничество в сфере обороны и безопасности Прощай, школа, сказали почти две тысячи выпускников В Бобруйске отгремел республиканский последний звонок Праздник получился на славу Море улыбок, зажигательные танцы под лучшие хиты современности, салют и масса незабываемых эмоций О том, как это было, в следующем материале Отправной точкой начала праздника становится Площадь Победы Каждый метр пропитан болью, гордостью за великий подвиг Не случайно в этот день здесь встречаются несколько поколений Те, кто творят настоящее и те, от которых зависит будущее страны Возложение венков и цветов к подножию мемориального комплекса – не формальность, а благодарность И все-таки республиканский последний звонок – триумф учебы над ленью Праздник, который бывает раз в жизни Основная локация – Бобруйск-арена На протяжении трех километров гостей и участников встречают различные театрализованные площадки Взамену вкусники дарят море улыбок и заряд бодрости Как настроение? Отличное Что сегодня будете делать? Отдыхать, веселиться? Грустить, нет? Ну, грустить мы будем на своих выпускных, которые будут у нас А сейчас веселиться, естественно А к экзаменам кто будет готовиться? К экзаменам мы готовились на протяжении всего года, поэтому... То есть сейчас можно отдыхать? Ну, чуть-чуть отдыха никогда не помешает, знаете ли Откуда вы к нам приехали? В Гродненской области, в Волковыск Что сегодня собираетесь делать? Отдыхать, участвовать А экзамены кто будет готовиться? Мы уже подготовлены достаточно, если мы здесь То есть можно отдыхать, да? Да Да, школа заканчивается, детство уходит, но сегодня очень прекрасный праздник Какой? Поэтому нас пригласили всех на республиканский выпускной А к экзаменам кто будет готовиться? К экзаменам мы уже подготовились Социалистическая советская московская Урицкого Карбышева Колонна шагает по главным улицам города Масштаб, конечно, впечатляет Море шаров и сотни выпускников После праздничной линейки без нее не обходится ни один последний звонок Грамоты, цветы, подарки тоже неотъемлемый атрибут торжества Самых лучших лично награждает министр образования К сожалению, пандемия в прошлом году не дала нам возможность такую провести этот праздник Вот мы сегодня его проводим, чтобы создать такое хорошее праздничное настроение для нашей молодежи Чтобы они почувствовали всю прелесть этого праздника Входа в новую, в новую взрослую жизнь Потому что действительно перед ними открыты все пути, все дороги И от них зависит, кем они будут, как они будут в этой жизни устроены Как они будут жить, как они будут работать на благо нашей Родины После линейки выпускники перемещаются в холл Бобруйск-арены Здесь проводят дегустацию самой вкусной продукции лучших предприятий области Среди них Красный Пищевик, Бобруйский мясокомбинат, Оазис Групп Я считаю, что это, в самом деле, высокая честь для города Бобруйска И, к сожалению, а может быть и к лучшему, что не состоялось именно в том году У нас было времени больше подготовиться Но самое главное, что выбрана площадка города Бобруйска И сегодня на этой площадке более почти 2000 выпускников, которые приехали со всей нашей страны И уверен, что у каждого из них останется в душе и в сердце вот эта частичка этого праздника А по кем праздника становится дискотека Выпускники зажигают под лучшие треки современности Хендлайнер Мевелл Певец набрал популярность благодаря хитам «Холодок» Поздно говорить, «Магнитола» и «Останься» Фееричной точкой первого дня праздника становится салют Второй день начинается с экскурсии по Бобруйску Упускники гуляют по социалке, фотографируются с Бобром Большая часть променада посвящена крепости Время расставаться Ребята делятся своими эмоциями Последний звонок просто супер Этот выпускной мы точно запомним на всю жизнь Город очень понравился Старинный, красивый В общем, все просто супер Мы очень рады, что нам выпала такая возможность побывать на таком мероприятии Очень понравилось Хотелось бы, конечно, чтобы было не два дня, а даже больше Но сколько сделали для нас А что больше всего понравилось? Концерт, салют? Что? Расскажите про это Все было здорово, организация на высшем уровне Но очень приятно, что для детей, для нас, для молодежи, подрастающего поколения делают такие праздники Очень здорово, все понравилось В этом году около 90 тысяч белорусов заканчивают 9 класс И более 50, 11 Уже на следующей неделе все, кто прощается со школой, ожидают важный этап Экзамены Вручение аттестатов и выпускные вечера назначены на 10 июня Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Привысил служебные полномочия Финансовая милиция обнаружила очередную серую схему Во время проверки одной из частных организаций Бобруйска сотрудники УДФР установили Местный индивидуальный предприниматель продавал кормовые добавки государственному сельхозпредприятию Витебска по завышенным ценам Руководитель госорганизации, как выяснилось, единолично принял решение покупать продукцию на заведомо невыгодных условиях Без установленного порядка проведения процедуры закупки Так он приобрел 16 тонн смеси на сумму не менее 60 тысяч рублей Как показала проверка, было установлено, что он имел реальную возможность приобрести указанные кормовые добавки По более выгодной для предприятия цене и выгодных условиях поставки у другого субъекта хозяйства На который расположен на территории Республики Беларусь Причинил ущерб предприятию в особо крупном размере И в дальнейшем его действия были квалифицированы по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь Как превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы Максимальный срок – 12 лет Подозреваемый свою вину не признал На его имущество наложен арест День пограничника, онлайн-сервис и безопасное движение Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах выходные, на что будут обращать внимание Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси отмечают День пограничника Командование, личный состав и ветеранов поздравил президент Александр Лукашенко подчеркнул Защитники белорусских рубежей – настоящие патриоты и достойные наследники славы героических предков По традиции в эти дни зеленые береты вспоминаются у их погибших товарищей Которые первыми приняли удар в годы Великой Отечественной В стране будут развивать сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности Соответствующий указ подписал президент Документ предусматривает создание альтернатив банковским механизмам Для привлечения и предоставления денежных средств как физическим, так и юрлицам Для этого появится сайт и программное обеспечение С помощью которого будут заключаться кредитные договоры ГАИ выходные усилит контроль на дорогах и возле мест отдыха Инспекторы уделят особое внимание поиску автолюбителей и мотоциклистов, которые сели за руль в состоянии опьянения или не имеют права управления В центре внимания госавтоинспекторов соблюдение скоростных режимов, правил обгона, маневрирования и проезда пешеходных переходов Белавиа вынуждена отменять рейсы в Таллинн до 28 августа Решение принято в связи с запретом на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии Компания приносит свои извинения пассажирам и напоминает, в течение года со дня покупки билетов их можно вернуть без штрафа или обменять на другую дату В выходные в стране ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер Ночью во многих районах прогремят грозы, местами пройдут ливни Столбик термометра поднимется до плюс 21 Жару с наступлением календарного лета ждать не стоит В начале июня температурный фон будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки в стране зафиксировано 1434 пациента с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 391 637 человек В Беларуси снижается число госпитализаций с COVID-19 Об этом сообщил глава Минздрава Дмитрий Пеневич По его словам, уже месяц наблюдается стабилизация заболеваемости В течение последней недели легкое снижение по некоторым регионам Как заявляют специалисты, это связано с сезонным фактором, а также вакцинацией На сцене «Бобренок» во дворце «Сглуз» прошел отчетный концерт именитого коллектива Танцевальное шоу длилось почти два часа За это время гости насладились народной и современной хореографией Выступление коллектива – это всегда полный зал Руководитель Сергей Лукашевич Что скрывает, зачастую зритель идет на концерт именно по этой причине Зрителю интересно ходить, потому что он знает, что он придет и увидит что-то новое Потому что всегда на каждом концерте, отчетном, юбилейном, неважно Всегда Сергей Васильевич удивляет Отчетный концерт долгожданный вдвойне Это не только встреча с любимым зрителем В этом году «Бобренок» отметил 30-летие Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»